Приветствую всех дорогие друзья. В этом выпуске я предлагаю вам посмотреть на еще одни тесты RTX 3060 Ti, взглянуть на максимально белую RTX 3070 и узнать будет ли новая часть вселенной метро. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас, но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А начать я хочу с бенчмарка 3DMark, который научился распознавать количество кадров в играх. Компания UL Benchmark объявила о масштабном обновлении своего тестового пакета, которое призвано упростить восприятие результатов. Теперь пользователь сразу увидит сравнение своей системы с другими системами с аналогичной конфигурацией. Но что более важно, бенчмарк покажет какую частоту кадров можно ожидать в той или иной игре. Это поможет не путаться в попугаях и не искать информацию насколько это много. Сам бенчмарк уже научился предсказывать FPS в таких играх как Apex Legends, Battlefield 5, Fortnite, GTA 5 и RDR2. Как сообщают разработчики, именно выход видеокарт RTX 3000 и RX 6000 подтолкнул их сделать такой функционал, так как за один месяц пользователи провели 1 миллион тестов и многие спрашивали на форумах, что означают эти цифры. Тем временем компания SanDisk, которая уже давно перешла под крыло Western Digital, перестанет существовать. Стало известно, что в январе 2021 корпорация будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью, а также сменит своё название на Western Digital GK. И давайте взглянем на самый тонкий компьютер современности, который выпустила компания Astrog. Новинка получила название Mars 4000U и исходя из названия готова предложить процессоры вплоть до Ryzen 7 4800U. В такой миниатюрный ПК собираются установить до 64 ГБ оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме. И это всё при габаритах 194 мм на 150 и на 26, что примерно равняется объёму 0,7 литра. Конечно есть очень много вопросов по охлаждению такого ПК, но размеры и мощь действительно впечатляют. И давайте посмотрим на новости из зелёного лагеря. Недавно я вам рассказывал, что MSI представила свои самые топовые карты под названием Supreme. Но как оказалось, все эти видеокарты были отозваны производителем, так и не попав на прилавки. Пресс-служба MSI ответила, что с ними действительно была проблема, поэтому они приняли решение отложить выход новинок. Однако они не уточнили, что именно с ними было не так. В данный момент проблему уже решили и карты скоро должны появиться на прилавках, что очень даже смешно звучит в условиях дефицита. Но уже на следующей неделе должен состояться анонс видеокарты RTX 3060 Ti, которую продолжаю тестировать и сегодня она уверенно обошла одного из старых флагманов. Новинку прогнали в 3DMark Fire Strike и Time Spy, а превосходство на 2080 Super не такое ощутимое, но оно всё таки есть. Если сравнивать новинку с более дорогой RTX 3070, то она и проигрывает всего на 11 процентов Fire Strike, что однозначно очень круто, ведь часть отрыва всегда можно компенсировать лёгким разгоном. Но всё будет зависеть от цены на новинку. На данный момент рекомендуемая цена до сих пор неизвестна, а в Европе появились предварительные цены. В среднем за 3060 Ti просят около 530 евро, но можно найти и ценник в 484 евро за простую модель. Не исключено кстати, что старт продаж и анонс будут в один день. На это прямо намекает размещение видеокарт в онлайн магазинах. Тем временем уже появились фото новинок от разных компаний. Например, EVGA представила трёхкулерную FTW3, которая также будет продаваться с приставкой Ultra, намекающей на разгон из коробки. Это будут одни из немногих карт на рынке с двумя разъёмами 8 пин. А более простой моделью EVGA станет XC3 с двумя кулерами и короткой печатной платой. Компания же Zotac представила свою модель на два кулера, которая стала урезанным вариантом от старшей 3070. А вот Galaxy выпустит очень белую видеокарту под названием Galakuro. Но про любителей белых систем не забыла и Zotac. На днях она представила видеокарту RTX 3070 в исполнении Twin Edge White Edition. Это точно такая же видеокарта как и была, но выполнена максимально в белом цвете. И даже кулера у новинки установлены полностью белые. Стоит отметить также и её компактные размеры, которые позволят построить компактную игровую систему в белом цвете. И давайте посмотрим на новости из красного лагеря. Буквально только что стало известно, что материнские платы B450 и X470 всё-таки получат поддержку технологии Smart Access Memory, которую AMD представила на презентации видеокарт. Данную поддержку уже нашли в тестовых биосах для старых плат, однако полная её реализация будет сделана к началу года. То же самое касается и самих прошивок, к выпуску которых уже присоединилась Asus. Все прошивки, которые сейчас выпустили, можно смело назвать неофициальными, и в некоторых из них даже не реализована поддержка Ryzen 5000, а просто обновлена Agessa. В конечном же итоге прошивки для старых плат получат как поддержку новых технологий Precision Boost Overdrive и Smart Access Memory, так и полную поддержку Ryzen 5000. А обновляться сейчас на бета версии я вам категорически не рекомендую, так как большинство возможностей там ещё не реализовано, а то что работает, может работать некорректно. Лучше дождаться января и затем уже обновиться на новые процессоры с адекватными биосами. Кстати судя по всему именно тогда MSI и собирается выпустить свои прошивки. И давайте посмотрим на видеокарту RX 6800 XT в исполнении Gigabyte. На днях они представили видеокарту Aorus Master, которая позиционируется как флагман компании. Но самое интересное, что эта видеокарта получила маленький экран на боковой части. На нём будет показываться температура, однако не исключено, что можно будет вывести и что-то другое. А выход самих карт от партнёров думаю ждали многие, в надежде что он не будет таким как релиз эталонных карт RX 6000. Но к сожалению, ситуация с доступностью моделей в исполнении партнёров AMD оказалась даже хуже, чем при выходе эталонных модификаций. И теперь уже точно можно сказать, что RX 6000 постигла участь зелёного чипмейкера. Сейчас по всему миру ритейлеры заказывают, к примеру, несколько тысяч видеокарт. И если им повезёт, то к сезонам новогодних праздников поступит хотя бы несколько сотен. Если говорить о конкретных цифрах, то европейский ритейлер ProShop предоставил точную информацию о поставках. В общей сложности он заказал у производителей несколько тысяч видеокарт. Из них PowerColor отгрузила 100 штук RX 6800 и 25 экземпляров 6800 XT в референсном исполнении. О поставке моделей альтернативного дизайна подтвердила только Asus, которая намерена в ближайшее время отгрузить 13 карт RX 6800 и 9 RX 6800 XT. В общем такую ситуацию нельзя назвать иначе как провалом. Но да не будем о грустном, а давайте лучше посмотрим какие модификации RX 6800 XT окажутся самыми быстрыми. Издание Tom's Hardware собрало в таблицу все видеокарты доступные на данный момент. И лидерами по разгону из коробки выступают Tai Chi, Strix и Nitro+. А вот компания ASRock выпустила не только мини ПК, но и собирается выпустить новую материнскую плату для серверных процессоров Epic. Устройство получило название ROMET 4ID2T и выполнено в нестандартном типоразмере Deep Mini ITX. Такая материнская плата способна принять процессор вплоть до 64 ядер и способна работать с объемом АЗУ вплоть до 1024 ГБ. Аналитики TrendForce поделились оценкой состояния рынка флеш-памяти NAND. Общий вывод неутешителен для производителей, ведь памяти выпускается больше, чем она требуется. А для нас это означает, что цены на продукцию с памятью NAND снижаются и в ближайшем будущем продолжат снижаться. И давайте посмотрим, что же там с новой частью игры метро. Украинская студия 4A Games сообщила о праздновании круглой даты с момента выхода первой части метро в 2010 году. В честь этого события разработчики выпустили карту вселенной со всеми важными датами и поделились планами на ближайшее время. Ссылочку на карту кстати я оставил в описании. Сейчас они готовят к выпуску Metro Exodus на новое поколение консолей, но одновременно с этим работают над новой AAA игрой, а также над проектом во вселенной метро. Они говорят, что EA обновят движок и вложат все что узнали за последние 15 лет. Проект должен выйти для ПК и консолей нового поколения, а дату выхода и другие особенности пока не раскрывают. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья. П Пока. Продолжение следует...